Привет, друзья! Ну, очень важно то, что я хочу сказать, потому что я же отвечаю на комменты, которые в нашей школе Человек Будущего, Homo Futurus. Повторяю всё время это название, потому что Homo Futurus – это Человек Будущего. Какими качествами и способностями он будет обладать через сотни лет, через тысячи лет, независимо от того, какие будут космолёты и так далее. Какие будут пуговички, компьютеры и прочее. Как человек, каким он будет. Человек по-латыни, если переводить, Homo sapiens, то есть человек разумный. Но, как мы понимаем, у него есть здравый смысл разума, есть ещё, как говорится, чтобы был холодный ум и горячее сердце. Но есть эмоции, есть, естественно, и мысли. И поэтому в прошлый раз я говорил о том, что как раз-таки медитация, то есть состояние размышления. Состояние размышления, в котором человек, если он находится именно в этой глубокой, размышлительной способности, если можно так выразиться, то он там и медитирует. Но мне был задан там вопрос, очень интересный, важный, чем отличается нулевое состояние от транса. Ну, во-первых, я хочу сказать такую вещь. Кто-то там не написал комменты, когда я делал ролик о том, как вычитывание происходит, механизм объяснял с научной точки зрения, что это глубокая истерия, которая психиатрам понятна, что истерия глубокая, но это такое больное состояние, что там происходят иногда такие явления, когда человек эгаллюцинирует и сопровождает свои эгаллюцинации какими-то действиями, звуками, движениями, но если он в этот момент в таком глубоком трансе находится, транс, в этом глубоком трансе находится, то в другом случае, в другом случае, вообще в другом случае, в другой ситуации человек в глубоком трансе может и петь, начать, другим голосом, ну, конечно, потому что он как бы в гипнозе находится, ведь гипноз это и есть глубокий транс. Только в данном случае он сам в гипнозе находится, в самогипнозе. И, конечно, это состояние не нулевое, а именно транс, когда у него одна доминанта. Вы смотрите мою модель работы мозга, там нулевое состояние, это когда ноль, это переходное между трансом, бодрствованием, когда много доминанта, и вы можете мыслить. Да, в трансе вы мыслить не можете, потому что вам всегда одна доминанта. Например, вы влюблены, и у вас одна доминанта. Что бы вам родители не говорили или соседи, что она не такая, сякая и прочее, что вам не стоит с ней общаться и прочее, прочее, вы ничего не слышите, не видите, вы в трансе, вы влюблены. Или горе у вас какое, вас пытаются успокоить, говорят, ничего, ничего, всё это бывает, это пройдёт, время лечит. А вы в горе, это транс, это транс. Или вы в болезни находитесь, там тоже одна доминанта. Вам говорят, да ты выздоровеешь, да не волнуйся, всё будет хорошо. А ты ничего не слышишь, ты погружён, у тебя одна доминанта. Она отключает все остальные. Это признак доминанта. Читайте в Википедии, что такое доминанта. Всё будет понятно хотя бы логически. Ну а теперь посмотрите, что же такое нулевое состояние. Нулевое состояние – это состояние нуля, это нуля мыслей, нуля эмоций. Но это редко бывает, потому что люди часто переключаются из одного состояния в другое. Между сном и бодрствием, между бодрствием и трансом, между бодрствием и сном, между сном и сновидениями. Ну там всё время мозг переключается. И поэтому так ухватить это – нуль, понимаете, трудно. Но если вы его ухватили, во времени задержали, это и будет нирвана. Это и будет та нирвана, которая нирвана называется в буддизме. Самадхи называется в йоге. Там фана называется в исламе. Дзен называется в дзен-буддизме. Ну, короче говоря, это состояние, которое… Ну и в-третьих, я хочу сказать, это очень важно. Там очень появляются комменты, когда люди верующие, например, начинают говорить об этом вычитывании. Вы не лезьте туда, потому что вы не знаете, что это такое вообще. Слушайте, во-первых, кто ругается сразу, говорит плохие слова, там ругается, это явно фанатичный человек. Нормальные люди разве так разговаривают? Нормальные люди культурно разговаривают, потому что у них психо не нарушенное. Они вежливые, они пытаются задать вопрос, вступит в какой-то диалог, обмена мнений, чтобы получить какой-то ответ. Они просто там бац, кому-то по голове. Ну, что это такое? Ну, какая же это вера? Если вера, так вера же тоже, это же культура. Я хочу заявить вам официально, всем, кто не знает, кто не в теме, кто в первый раз. Я не за веру, я не против веры. Пожалуйста, это дело выбора каждого. Это дело, как говорится, совести. Ну, это принадлежность той или иной вере. Вы знаете, моя книжка одна, которая издательством Питер в свое время, несколько лет назад еще выходила, там посвящение было. Значит, Милтону Эриксону, выдающемуся психотерапевту, гипнотизеру, посвящается. Которая показала левитацию руки и научила весь Запад древневосточным методикам, потому что там это и есть в разных скрытых формах тоже, идиомоторные движения. А как же, например, упражнение Суля-намаскар, когда человек стоит, это поклонение Солнцу, встреча Солнца, он встает вот так, его тело начинает покачиваться. Ну, это же он в трансы входит, идиомоторные движения пошли, и в цигуни они есть, и так далее. У меня ключово обучались люди самых разных религий, и мусульмане. Хочу сказать, не простолюдины такие, которые просто так, вот мусульманины. Ну, мусульманины, они же и водители такси, если я в Канаде был, там у меня был мусульманин, извините меня, который, ну, очень крупный, очень крупный, там он налогами занимался, заведовал как раз этим сектором в государстве. Очень большой такой человек. Ну, как же, я его жену научил, его научил, и потом мне письмо прислал, спасибо, что вы ее на путь поставили. Да, у нее шею перестал болеть, вот, на путь поставили. Там тогда, ну, это уже достаточно язык. У нас, говорят, от болей избавил шейных, стихонроз поправил, да, оздоровил, на путь поставил. Ну, это язык такой. Языки же разные бывают в разных культурах. И вот, слушайте, у меня дау, например, дау. Ну, как же я не знаю дау, ведь это же нирвана, та же самая дау. Ну, послушайте, дау и де, ну, это же, ну, как я могу не знать, что это такое, если мой учитель, уважаемый, любимый учитель Фуган, который меня много лет учил практической иглотерапии, а сын которого, Лев, у меня потом учился, работал, иглотерапевт. Да, ну, что вы, как же я могу не знать. Я и с теми дружу, и с этими дружу, и с христианами. У меня много священники, у меня друзья. Ну, а как же? Как иначе? Ключ же, он касается любого человека. Это же как физкультура. Ну, вы что думаете, поп физкультурой не занимается, что ли? Ну, конечно, занимается. Ну, какое это отношение имеет к тому, как он относится к Христу? Это универсальные вещи, которые касаются любого человека. И буддиста, и христианина, и мусульманина, и иудея. Это всех касается. У меня все друзья есть. В разных странах мира. И близкие друзья, с которыми мы на эти темы даже и философствуем. Конечно, поэтому не надо на меня там катить бочку, как говорят, сразу там пришивать ярлыки. Это некрасиво. И если вы действительно мыслящий человек, если что-то я сказал непонятное, так задайте вопрос. Кто вам запрещает? Я открытый. Так вот, у меня там было посвящение Милтону Эриксену, а второе написано. Да, и Аль-Газали, это один из толпов суфизма, который сказал, там было у меня написано в посвящении, что познание Бога начинается с познания себя. Вот оно как обстоит. Поэтому давайте мы все дружить, создавать совместно науку человечности. А я там уже говорил, это значит сопереживание, любовь, творчество, созидание, счастье быть собой. А высшее счастье, где каждый является собой, еще и вместе. Да, высшее счастье. Ну, конечно, я как раз таки и занимаюсь тем, что обучаю людей регулировать нервное напряжение, чтобы они сами это делали. Вот, например, мне задали вопрос недавно совершенно, а вот что говорит лучше? Если, говорит, Кашпировский помогает гипнозам, называет это установкой, вы обучаете саморегуляции по методу ключ, какое это имеет отношение и как вы к этому относитесь. Ну, я хорошо к Кашпировскому отношусь, молодец, потому что он первый догадался, что можно на расстоянии, потому что на самом деле гипноз – это не флюиды, вот эти вот, как раньше Мессмерт считал. Он просто делал пассы, вводил вниманием, и человек входил в транс. Ну, это, в принципе, основанный метод Шапира, когда человек глазами туда-сюда водит, туда-сюда водит, вслед за пальцем психотерапевта, думает о своей психотравме и вот это повторяемое действие. А у нас ещё проще стоит человек, думает о своей травме, переживает и делает повторяемое действие. Ну, это же всё мир единый, законы природы едины. Я что хочу сказать? Отношусь к Кашпировскому нормально. Единственное, в чём отличается ключ. Кашпировский слово «саморегуляция» употребил. Он сказал, что это саморегуляция организма, да, это правильно. Это вызывает доверие, и поэтому люди, как говорится, относятся к этому положительно. Но при этом, при этом, он их не учил, чтобы они сами это могли с собой делать. А он приписал все эти действия своим, так сказать, своему началу, что он так может создавать у человека, излечение болезни. Метод-ключ для того, чтобы человек научился сам быть себе психотерапевтом, сам себе психологом, сам себя исцелять. Это новый уровень. Это уровнем повыше. Ну, Кашпировский однажды журналистки Савки Байчевой, и когда она к нему подошла, как вы относитесь к методу ключа. А Савка Байчева как раз-таки, я подарил название «Homo Futurus» болгарскому издательству. Мы же дружили с Савкой Байчевым, своим мужем он был, министром иностранных дел в Болгарии, Василий Байчев, и Баян, сейчас сын их в этом издательстве. Мы же дружили. И вот она к нему подошла, к Кашпировскому, на одном из его выступлений. И как выключу от нас? Он сказал, никогда никакая саморегуляция не сможет по мощности заменить, значит, то, чем он занимается. Неправда. Неправда. Это мощность какая? Механизм тот же самый. Почему он не работает один на один с кем-то? Потому что, во-первых, когда много людей, они друг друга индуцируют. Это понятно, да? Второе. Когда они идут туда, они уже идут с надеждой. Третье. Когда он читает вот этот список писем, рассказывает им, как это помогает мощно, сколько людей вылечилось, сколько, сколько вылечилось, и примеры приводит, он уже внушает. Ну, это называется косвенное внушение. Но я могу прямо вам в глаза говорить, вот ты выздоровеешь, а могу тебе читать, сколько у меня выздоровело. Это поднимает образ будущего, и потом, когда он 2-3 минуты или 5 минут вводит их в транс, этот образ весь как раз-таки туда и входит. То есть что там происходит? Там происходит такая вещь. Если внимательно понаблюдать за старыми видео, которые у Кашпировского, то там многие люди, которые входили в транс, они делали вот такие движения, сами спонтанно делали. И там был еще такой момент, когда их спрашивали, вы там спите или что? Да нет, я все слышу, все понимаю. Ну, то есть у них возникали в трансе вот эти же самые движения, которые я, я вам, для того, чтобы вы научились вызывать у себя сброс стресса, выходить на ноль, выходить на самоцеляющее состояние, оно само лечит, это трансовое состояние, настроенное на здоровье, оно само лечит. Там аптека внутренняя включается, и спас, и спайки рассасываются, и ожоги проходят, оно само лечит. Так этот образ будущего, если вы сами себе создадите, если выходя на это состояние, делаете вот эти движения, кому что подходит, поэтому я и придумал тогда принцип подбора путем перебора. Набирайте себе то, что вам подходит. Одному это подходит, а другому это подходит, а третьему это подходит, а четвертому другое что-то подходит, которое снимает стресс, во-первых. А если вы делаете эти действия, которые вам подходят, они к тому же еще снимая стресс, вызывают у вас это состояние. А если вы настроены на образ будущего, что вы выздоравливаете, естественно, то есть там одновременно разгрузка происходит, перезагрузка происходит, становление в том направлении, в котором вы мечтаете. Но это все так интересно, правда же? Так вот я вам что хочу сказать. Чем же отличается нулевое состояние от состояния транса? Если вы можете легко, свободно, сразу выходить на эту безмятежность, когда вот мысли уже не сопровождаются эмоциями, и поэтому они тоже пропадают, и поэтому там возникает состояние пустоты в голове, нуля. Вот эта безмятежность, но она у христиан называется молитвенная благодать, в буддизме нирвана, а путь к этому и само состояние называется медитацией, я говорил уже, иначе называется дзен, или иначе еще называется фанал мусульман, ну, очень много названий, но это нулевое состояние, если вы сразу можете получить, то вам махать руками, делать сильных гимнастику не нужно. Вы вышли на это состояние, освободились от напряжения, и там мечтаете себе, каким вы хотите быть, и это начинает уже происходить, потому что ваша мечта начинает уже становиться доминантой, и подключать все ресурсы организма и психики в желаемом вами направлении. А если вы не можете вот так сразу в медитацию войти, в этот ноль, тогда и нужна вот эта предварительная синхрогимнастика, чтобы снять зажимы, чтобы снять, ну, называется, раскрепоститься, крепость снять, раскрепоститься, освободиться, освободиться, и у вас появится лёгкость такая, и вы туда войдете, и там помечтаете, и все у вас будет хорошо, но на самом деле я этот ролик-то для чего записываю? Чтобы и христиане, и мусульмане, и так называемые атеисты, учёные, физики, пианисты, министры и таксисты, чтобы каждый человек, потому что когда он входит в это состояние, у него эго-то уходит, и что такое буддизм, например? Это философия равновесия путём преодоления эго. Да, эго уходит, что такое эго? Комплексы, страх, стереотипы, какие-то зависимости. Это свобода. Лечиться можно только свободой. И размышлять можно, только будучи свободным. Потому что когда вы не свободны, ну какой же вы хомо сапиус, какой вы человек разумный. Поэтому здесь вы через этот ноль выходите в стадии выживания, стресс же это выживание, там другие инстинкты. Бей, беги, там, оцепени, а здесь он свободен, здесь ты можешь созидать. И лечиться, и созидать. Человек может только будучи свободным. Поэтому синхрогимнастика, это для раскрепощения, тоже подбирайте приёмы, которые вам подходят. А это состояние разгрузки, где вы разгружаетесь, и можете перезагрузиться на волну своей мечты. И включатся резервы, и ресурсы ваши, которых вы даже не задумываетесь. Это механизмы несознательной работы мозга. Автоматически подключаются. Но там есть и курсы, это для больных. Курсы, это что такое? Ну, например, я сижу в скайпе, и ко мне человек обращается и говорит, вот я делаю вашу сихрогимнастику уже 10 дней, и ничего мне не помогает. А я говорю, а что у тебя? Давление, говорит, полегает. Я говорю, зачем ты делаешь сихрогимнастику? Тебе надо сначала разгрузиться. И вот я с ним веду коуч, так называемый коуч. Я с ним несколько вечеров, я ему сначала объясняю, как выйти на это состояние, смотрю, какие у него там проблемы, говорю, да, тебе там и точки надо подключить, помассировать, да, тебе надо и уши разминать. Ну, я ему даю советы. Потому что если быстро надо ему помочь, то, конечно, там, пока его научат, лучше дать ему сразу точечный массаж, чтобы быстрее, быстрее ему помочь. Потом начинаю давать ему шкалу стресса, потом начинаю давать ключевой стресс-тест, потом объясняю ему, что такое идеорефлекторные приемы, которые тоже вызывают сброс напряжения. Можно с синхрогимнастикой снимать просто напряжение, а можно идеорефлекторными приемами. Но у нас же будет сейчас вебинар. Выходите там в Zoom. В Zoom выходите, и вот выходит человек, и там все, это же школа. Он задает мне вопрос, все видят этот вопрос. Интимными подробностями можно не делиться. У нас в этом изюминка. Можно не делиться. Просто сказать, что волнует состояние, и что у вас не получается. Я тоже вам подсказываю, у вас начинает получаться, и потом все время получается. Поэтому на вебинаре все это будет подробнее. Итак, друзья, в следующем ролике я отвечу еще на ваши комменты. Пожалуйста, пожалуйста, пишите вопросы. Не смущайтесь. Задавайте самые каверзные вопросы. Я с радостью отвечу на все вопросы. Только, пожалуйста, давайте мы будем по-человечески разговаривать, потому что наша школа, человек будущего, Homo futurus, повторяю, до того и работает, чтобы сохранить мир на планете и разум на планете, чтобы снизить кризисы и войны, и потребность лекарств, чтобы человек был человеком. До встречи, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok